Всем доброго времени суток. Вы на канале Время Нокаута. Только самые свежие новости из мира ММА. Поставь лайк, если тебе не сложно. Бывший чемпион БеллатРа в среднем весь Александр Шлеменко заявил, что не держит зла на Мухаммеда Хайбати, известного под прозвищем Персидский Дагестанец. Напомню, что ранее Хайбати неоднократно называл Шлеменко хохлом, но потом извинился за свое поведение. Шлеменко в свою очередь заявил, что даже после выпада Хайбати не испытывает негатива в его адрес. В интервью Александру Лютикову Шлеменко высказался по поводу этой ситуации. Видел, что трассидский дагестанец, видимо, посмотрел наше интервью и... Да. Не, видел, да, что извинился. Ну, что тут сказать. Молодец. Шлеменко. Шлеменко тебе нравится? Да, да. А ты же вроде на него газовал год назад. Я раньше не знал, я за это извиняюсь. Я хочу сказать извиняюсь. Но если я встречаюсь с ним, я сам с ним разговариваю, и за это я извиняюсь. Базара нет. У меня и тогда у него не было негатива. Что он сказал-то такого? Ну, вот если разобраться, что мне... Обозвал меня хохлом? Я че? Я тебе еще раз говорю, я 36 лет живу, ты думаешь, меня первый раз в жизни назвали хохлом? Ну, вот, вот, правда. Ну, люди... А ты же на московке живешь, да? Да. На московке, кстати, ни разу меня не называли хохлом. Топовый боец легкого веса UFC Кевин Ли объяснил, почему именно он должен стать следующим оппонентом для Тони Фергюсона, который занимает 5 место в рейтинге UFC. Я собираюсь драться с Тони Фергюсоном. Думаю, этот бой имеет смысл, как не посмотри, заявляет Кевин Ли в интервью ММА Джанкин. Этот бой имеет смысл и возвращает нас туда, где мы должны быть. Этот бой покажет, что один из нас должен победить и идти дальше, а другой уйти. Так что я рассчитываю провести этот бой летом. Посмотрим, что ответит Тони. Напомню вам, если этот бой состоится, то он станет реваншем. В октябре 2017 года Кевин Ли предпринял неудачную попытку завоевать временный титул UFC в легком весе, уступив тогда Тони Фергюсон удушение. Отмечу, что Кевин Ли занимает в настоящее время 12-ю строчку в рейтинге легковеса в UFC. Спустя двое суток после поражения в поединке по правилам бокса против Михаила Кокляева, ММА-блогер Артем Тарасов неожиданно появился в Сочи на процедуре официального взвешивания к турниру AMC Fight Nights и бросил вызов Зулу Зинью, известному российским болельщикам по поединку с Федором Емельяненко. Который очень любит бить больших парней. Я хочу тебя вызвать на бой со мной по правилам моей в клетке Fight Nights. AMC, Амир, Камил, вы готовы сделать это противостояние после боя? Мне нужно всегда время, чтобы ответить по этой переводчику. Я думаю, что у нас есть блогер, он любит бать на величинах, он всегда теряет. Он уже же битвантом... А у меня как before? Датчик. Он битвантом и падает. Поэтому он хочет вывать на себя в суток. А значит, ты готова на лступившую передвижение? О, это было бы... Это просто люди любят шоу. Спасибо.